хорошо всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте сейчас пока буду разговаривать за одним сразу же займусь мыло я сюда налил немного воды на обзоре сегодня будет станок совершенно необычайный он давно уже на канале благодаря николаю кайда и как-то суета вся сутолока вот это вот все заела и как-то так получилось что не показал а сейчас думаю самое время самое время только вот накануне с николаем разговаривал к сожалению здоровье но не очень у него проблемы примерно того же рода что и вот и константина спирина были вот николай борется уже не первый год со своим недугом не просто это не просто но при всем при том человек не теряет светлость ума трезвость мышления и отношения к жизни не теряет чувство юмора не становится каким-то озлобленным таким на эти существом которые на все кидаются а вот у меня проблемы и вот там пошли все на нет он остается человеком и сейчас поговорили поговорили ее красоты коля он же мне за станок вот этот подогнал и вот нашел я его вытащил станок необычайный с его слов этим станком никто не брился еще включая его самого но вот и так че рассказываю идите на крупный план посмотрите все сами тем более что к этому станку я решил собрать кое-что тоже из той же пары ну а потом давайте ко мне это пока подготавливать и будем бриться все догонять предметы сегодняшнего обзора это это антураж мыло mike's natural soap наверняка уже вы все видели не раз потому что на канале она была не единожды кто забыл состав пожалуйста почитайте нажмите на паузу это то мыло которому можно доверять это проверенное хорошее надежное средство для бритья если кто-то еще думал брать не брать ребята если возьмете не пожалеете помазок он сегодня на обзоре лишь потому что он из той поры хотя несомненно конечно же он моложе основного героя сегодняшнего обзора но тем не менее я сам его датирую где-то примерно семидесятыми годами прошлого столетия такой сейчас достать ну я не знаю наверняка вряд ли ну если ради что только повезет если повезет ребята берите тащите прячьте в норку никому не отдавайте потому что эта история эта вещь вот такой вот кабанчик которым брились наши отцы и деды но и основной герой основной герой попал на канал благодаря николаю к идея товарищу которого я бесконечно уважаю за его склад мышления за его характер за его отношение к жизни и за то какой он собственно и есть человек так вот вот этот жилет 1952 года d2 суперспид непростой это серия tv special original case and blaze выпущен был лимитированной партией и николаевым достался совершенно новом состоянии вот так вот как вы сейчас видите в такой коробочке николай мне его прислал но несмотря на то что вот здесь лезвия не было в названии то указано original case and blade здесь должно было быть лежать еще вот такое вот лезвие именно такое ну почему я так говорю потому что на большинстве картинок если вы загуглите это название вид именно такой несмотря на то что в коробочке его не было благодаря вам у меня есть два оригинальных лезвия с той поры и я думаю что вот сегодня мы вот это вот не будем трогать наверное вот это вот все-таки откроем она запечатана я думаю случай более чем зачетный вот видите вот open hair все это еще закрыто это благодаря геннадий из эстонии появилась у нас на канале и сейчас я думаю самое самое время их вместе и соединить канолевая новое лезвие и как говорит николай совершенно еще ни разу не пробованный он даже сам им ни разу не брился ему повезло на ebay вот этот лод совершенно случайно более случая просто вот повезло человеку достался ему и сейчас судя по всему то что думает николай ну этим станком впервые в жизни кто-то побреется ну это будем мы с вами что из себя это представляет кейс обыкновенная пластиковая коробочка сделана специально под эту бриту совсем необходимыми информацией вот здесь вот на коробочке вы сможете с обратной стороны увидеть жилет надписи 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 много всяких мелких надписей жилет софти разорс and co бостон мэйлин юсэй за буллет компани а джелет компани джелет компани интересная коробка все здесь входит принципе нормально вытаскивать удобно можно как дома в ней хранить так и с собой дорогу куда-то брать но за счет дороги я бы наверно сильно не упирался потому что крепление посмотрите все-таки пластик и ну как бы ну его нафиг сами понимаете а думал так стоять вполне себе бритва давайте вам покрупнее сделать чтобы вы смогли ее разглядеть лучше это бритва жилет пятьдесят восьмого года d2 super speed tv special original case and blade на нас вот как со слов николай она скорее всего сделано на основе на базе жилет спидов которые начали выпускать пятьдесят пятого года прошлого столетия и на то время это уже пятьдесят восьмой год в линейке жилет спид определилась совершенно три разных категорий то есть мягкий средней агрессивности и агрессивный николай причисляет вот эту бритву к средней агрессивности вес танка 56 половиной грамм длина ручки 75 миллиметров диаметр 10,2 длина головы 43,5 миллиметра при ширине 25 открывается как и все жилет спиды вот здесь вот есть такая крутилка и мы с вами открываем шторки сверху это выглядит вот так после этого мы укладываем сюда лезвие закрываем и все бритва готова к работе с обратной стороны ну и кто не успел разглядеть внутрянку ну красиво конечно что тут скажешь и так настала пора открыть все таки то лезвие я учат сам себя уговариваю не ломать вот эту вот вещь а наверное воспользоваться случаем что вот эта сторона расклеилась со временем и сделать на на самое простое что можно было бы в этой ситуации это просто взять вот так вот и вытащить коробочка при этом практически не пострадала и мы ее вернем обратно ну а сейчас вот у нас есть возможность сравнить две коробочки это хранилось без коробки без картонной а это посмотрите благодаря тому что она лежала в коробке все-таки маленечко внешне вот эти вот вещи претерпели изменения где-то ржа поела где-то пошоркалась а саму коробку insert used blade here использованное лезвие можно вставить здесь ну или с этой стороны точно так же здесь для тех спорщиков кто упирается что на нынешних лезвиях та же самая система используется ребят если указано конкретно что вставлять значит компания специально это разработала и да можете вставлять если это не указано делайте на ваше усмотрение вплоть до того что можете открывать просто в этом месте ну и давайте наконец разберемся как тут вытаскивается тут с этой стороны отверстие с этой стороны но стрелочка указана в ту давайте наверное попробуем в ту сторону хоба пошло вот оно какое так давайте его правильно разверну так еще крупнее получится жилет блог блэйтс мелкая вот это уже не вижу читайте сами с обратной стороны на данный сей и здесь точно также куча куча нет вот так наверно все таки будет правильно куча куча всякой информации вот скорее всего там машинка заточная помните которая была и вот которую дмитриевич нам тоже прислал вот здесь у нас скорее всего тоже может сработать ну давайте уже вставлять в лезвие в бритву опускается фиксируется вылет ну и сейчас парни мы будем с вами бриться впервые бритвой которая была произведена вернее первые бритва которая была произведена в 1958 году ну и конечно же лезвие которые из тех же самых 1950-х ни разу не распечатывались честно сказать у меня волнение что из этого получится но когда-то это нужно было кому-то сделать почему не нам все вот этим и будем бриться но посмотрите какая у нас интересная штука то получилось да вот сейчас вот смотрите прямо как кисель прям кисель кисель не дать не взять а давайте-ка этот кисель час аккуратненько так конечно это не то что мы делали раньше но очень-очень приятно вот правильное слово кисель такое ощущение что кисель просто вгоняю так сегодня попробуюсь попробуюсь сегодня попробую бриться точно так же как и в прошлый раз в один проход когда брифки я не шутил когда говорю что да действительно стоящая тема читаю все комментарии там один парнишка написал что вот мол я тоже брился в один проход только два меня спасло ребята в нашем мире все индивидуально я сколько лет брился тремя проходами против одного я был категорически потому что вот у меня там вот так вот но попробовал и вот сейчас хочу развить эту тему так что в один проход два прохода в три в четыре 28 того что гораздо одно маленькое условие чтобы это нравилось вам все чтобы вашему организму вашей коже это подходило чтобы это вам удовольствие приносило не мучения вот если это вам приносит если это вам по кайфу ну значит все хорошо все нормально так пока вот это вот все кушает давайте наверно пеной займемся помазок дедовский я предварительно замочил сейчас его так вот чуть-чуть стряхнем и давайте мы его загрузим конечно в некоторой степени нонсенс вот такие вот старые помазки которые но предназначены были просто для обычных людей для простых людей для работяг которые брали хозяйственного мыло строгали его и на основе его наводили пену кто-то спрашивал а вот чего там раньше мыльное было в ссср я спрашивал дмитриевича дмитрий сказал что говорит продавалась брикетах мыло оно как знаете как как в порошке что-то вот типа такого и люди вот такие брикеты брали и вот отламывали высыпали сколько надо брились кто-то но это уже в этих барбершапах ну маг мастерских у себя бродобрей нах там люди поступали еще вот например вот там еще один у них бродобрей был сам вот по моему вот могу перепутать грузин грузин тот оливковое масло добавлял и вот на основе всего этого делал он ну а то что дядя фима делал мыло так я вам скажу что зато мыло там очереди выстраивались для людей которые профессионально занимались бродобрейством как вот у него там коллеги же еще были он делал мыло специально а для всех же остальных он наготавливал сразу раскатывал на колбаски как эскимо и убирал в холодильник вот люди приходили эти колбаски не убрали одна колбаска рубь к сожалению дмитрий был тогда слишком молод и не успел еще подойти к мудрости но в то же самое время он еще был полон энергии поэтому он пробежал мимо этого этапа не сумел научиться не успел но что есть то есть смотрите какая у нас сметана получилось практически вот так которую и надо было бы сделать самого начала но что есть то есть так давайте наверно второй комплект забабашим и уже а кстати ребят не стал я залепливать эту фигню вначале думал возможно ли ка пластырь залеплю там то есть все ну чтоб народ не смущать но мы с вами люди все взрослые хотя если у вас это каким-то образом смущает напрягает скажите следующий раз залеплю ну мало ли натуры там всякие бывают ранимые я все понимаю все нормально все хорошо компресс за своего батю могу сказать точно он брил с хозяйства на мыло вот что за бритва у него было сказать тоже не могу я так вот как то этот пропустил этот момент да еще тогда разбирался понимал а вот бритвенный его наборчик алюминий дюраль алюминий как его назвать я помню хорошо это была небольшая такая мисочка ванночка стаканчик и вот в этой мисочке чем делал ножом торгал хозяйственное мыло на стружку и там ее разводил горячей воде настала вот как у сейчас первый кисель у нас был не как сметана как первый кисель и этот кисель и пути пошел тогда жили здоровый пятиэтажка на каждом этаже 12 квадратных метров соты для пчел для нас и вот там и холодильник и койки кому повезло телевизор наш первый телевизор спутник черно-белый обрели все был один общий туалет там по-моему на 4 парковочных места и в ванной акулы как ванная точно такая же холупа как вот жили мы только справа какая-то подсобка была а потом туда заходишь и скафеля такая куда вода лилась ну и медные краны торчали какая-то полочка была и стену были вмурованы прям вместе с плиткой зеркала вот умывались сбрились зубы чистили все там зубных пас никаких не было были зубные порошки щетки тогда были такие зубные щетки ребята что если бы сейчас попробовали должны вас был бы троекратный струйный в обмороке все попадают так не бывает бывает такие щетки прям щетки настоящее густющее что-то мы с вами опять заговорился с вами ну а разбавлять уже не буду вот не хай так и буду и вот это моё место тоже ну чё давайте попробуем что из всего этого получится согреем бритов q так и ты иди сюда поближе так мы тебя на корону то поставим ну и поехали натягивай за буш. Bi-imento. Натягивая за бушком, это получается противоход. Пока оставим, пускай еще покушают. Переходим. Сверху. Три. 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 никогда не натягивал или так себе делал вид что натягивает от настоящему так как как на ты не натягивал кожу во время бритья парни готов биться от закладка только вы первый раз правильно натяните и почувствуете какая разница вас потом хрен остановишь будете всегда искать способ как правильно натянуть и кстати дмитриевич обещал показать хваты как раньше прям учили бородобреев вот прежде чем выпустить народ брить как правильно где чего куда за что тянуться что не тянуть как надо как не надо вот он обещал это показать как покажет я вот обязательно вам тоже расскажу ну и доойте вот тут так что-то тут загустело у меня сейчас я наверно водички маленько добавлю а Ну да, тут, конечно, подставалась Туева гора. Тут надо разбираться, с чем это связано. Прям много-много. Но все-таки давайте попытаюсь добить. Ну вот, уже получше. Мягкий. Ну вот и все. Осталось еще прилично. Останок я этот понял. И, как по мне, он все-таки мягковат. Поэтому дальше тушиться не буду. Компрессор и автошейф. Хорошо. Ну, кое-где-то цапнул, да? Не беда. По большому счету, когда я раскрыл эти лезвия, я думал, они вообще брить не будут. Ну и почему-то мне кажется, что если это лезвия сейчас взять, еще запустить на ту машинку, вот эту, помните, да? Ну, которая там... То, возможно, еще и улучшения бы какие-то были. Ну, а так, посмотрите. Грех жаловаться. Ребят, сейчас стадию автошейфа я пропущу. Дело в том, что эксперименталочка. Надо быстро испытать. Например, там уходовую, вяжущую, все такое прочее. И вот сейчас вот прям и вернемся к станку. Ну, так вот. Ну, да, конечно, правую сторону, смотрите, маленечко больше разнес. Левую маленечко меньше. Ну, а сейчас и посмотрим, как автошейф сработает. Какой из них-то лучше. Я на каждую сторону по одному нанес. Ребят, пока здесь на крупном плане. Видно, нет? Где тут? А, вот, вот так видно. Лишнее напоминание нам всем, нам всем, что вот эти вот все вещи, они каждый раз, когда попадают к нам в руки, они нас возвращают к истокам. И каждый раз является напоминанием, что для того, чтобы побриться, не нужно что-то забубенного. Достаточно лезвия, станка, простого лезвия, простого станка и простого помазка, простого мыла, в конце концов. Ну, и тут уже начинаются нюансы. Кому-то весь этот набор полностью может подойти, а кому-то простого станка уже недостаточно. Кому-то нужно что-то там поагрессивнее или еще что-то. Ну, бывает такая щетина. Да, тогда начинает человек искать. И тогда он с удивлением обнаруживает, что среди простых станков-то тоже есть, которые помягче, ну, как тот же самый Вилкинсон, да, а есть какие-то поагрессивнее. Ну, скажем, как вот рапира. По лезвиям. Сейчас лезвием бог не обидел нашу землю. То есть там 50-100 видов вообще по миру, а у нас в постоянном доступе там 10, 15, 20. Берите, пожалуйста, не хочу, пробуйте. Помазок этот. Это старт. Это на нашей линейке тщеславие и получение удовольствия нулевая отметка. Вот начиная с этой нулевой отметки он уже работает, уже бреет. Он выполняет свою основную функцию бритье. А все дальше? Все дальше это у нас уже улучшайзеры идут. Это мы хотим с перламутровыми пуговицами. Это мы хотим не как у всех. Это мы хотим, чтобы нам было вот так и вот так. Ну, мы покупаем ощущения, покупаем радость, покупаем новизну. Для кого не секрет каждый раз, когда вы берете что-то новенькое из той категории, которая вам не безразлична. Вы с предвкушением открываете упаковку и пускаете в дело и ловите, ловите те самые ощущения, те самые нюансы, которые пришли в вашу жизнь вот с этим новым предметом. Это касается и помазков, и бритв, и мыл, ну и всего прочего, автошейла в том числе. Вот это мы с вами и покупаем. А по большому счету, вот, вот, все необходимо, достаточно оно и есть. Так вот, если вернуться к бритве, жилеты не случайно столько держались на рынке. Несмотря даже на то, что время от времени они снимали какие-то свои патенты, начиная, по-моему, когда они первый патент сняли, в 19-м, 19-м, 21-м году, что-то прошлого столетия, ну, больше 100 лет. И тогда, в 21-м, что ли, ну, поправьте, кто в курсе. И вот после этого тогда по миру колыхнуло, жилет тех начали копировать, и у нас, ну, в России в том числе, пошла вот эта вся беда. Но, по сути, жилет всерьез занимались всем этим. И вот эта жилетовская линейка Фэтбой, жилет Слим, жилет Суперспид, она перехватывала такую палитру, такие запросы людей, с такими типажами кожи, щетиной и хотелками, что, в принципе, она закрывала все. Недаром очень большая когорта людей, которые собирали все эти станки, коллекционировали, и вот так вот, как царь Кощей на златом чахнет, все пылинки сдували. Очень много любителей, очень много. И сегодня, вот первый год, побрившийся вот этой бритвой и с лезвиями, которые пролежали уже, ну, считайте, допустим, если 55-й год взять, это что получается? 45, и тут еще 20, ну, 65 лет. 65 лет лезвия лежали, мы с вами вытащили из коробки и побрились. Ребята, хлеб ели не зря. Как по мне, несмотря на то, что Николай говорит, что это среднеагрессивный станок, я бы его среднеагрессивным с этими лезвиями, по крайней мере, не назвал бы. Для меня он все-таки оказался мягким. И вполне прогнозируемо, не так уж сильно выбрил, как я хотел бы. Но я подозреваю, что поставьте сюда те лезвия, которые мне ближе, и которые в этом станке, наверняка отыграли бы гораздо лучше. Как-то КАИ, Полсильвер, Спутник, Зеленая Астра. Да, вполне может быть. Почему бы и нет? То есть, этот мог оказаться совершенно другим. Станок маленький, юркий. Он, ну, его единственная корона, то, что это, две короны, то, что это жилеты, это то, что лимитирована серия, специально выпущенная, вот, во знаменование, там, вот этих вот телевизионных, там, дел и прочего-прочего. А все остальное, это просто изделие, заточенное под бритье, заточенное хорошо. Оно сделано, оно рождено для этого, и оно справляется с этим великолепно. Тот вес, который оно имеет, он среднестатистический, в руке сидит удобно, ничего не скользит, бревется замечательно. Ну, я вам сказал то, что может иметь ценность для всех людей. Для меня тут добавляется ценность еще в том, что это станок, который подарил небезразличный мне человек, которого я уважаю. Поэтому для меня это пять. Однозначно пять. Если пускаться в нюанс, там, где-то что-то там под себя, там, да, можно было бы уже минусовать, но на таком фоне, кто будет смотреть на эти нюансы? Можно ли его рекомендовать, ребят? Да его сама история рекомендует. Да кто я такой, чтобы его еще кому-то рекомендовать? Его люди давно уже выбрали. Это факт, свершившийся факт. Это то, что до сих пор еще живо, несмотря на то, что давным-давно перестали это выпускать. Вот. Это я вам хотел сказать. Сегодня свершилось еще одно бритье из той нашей седой старины. Мы побежали с вами вещами, которые были произведены более 65. Блин, да столько они живут. Это старше меня. Офигеть. Ну вот мы побрились. И ни капли не жалею. Сейчас, а вот как сейчас все после автошейва, шагрень, и то, что я думал, плохо выбрался, ну вот, скажем так, до автошейва это было где-то примерно 30-70. 70 BBS, 30 DFS. А вот сейчас эта процентовка изменилась. Сейчас можно было бы сказать 75-25. Где-то так. Годное, нормальное годное изделие. Просто подобрать современное лезвие под себя и будет работать. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Да, и вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда-всегда все будет хорошо. И не теряйте присутствие духа. Какая бы хреновая ситуация у вас не была, ну, оставаться человеком, это, наверное, все-таки, ну, это должно быть. Это так должно быть. Но все равно старайтесь думать о тех людях, которые рядом, потому что когда мы внутри себя начинаем злиться, это выходит наружу. И совершенно случайно сами того не подозревая и не желая, мы можем этих людей, которые нам не безразличны, ранить, а потом будем жалеть. Вот я об этом. Чтоб этого не случилось. Ну, все. Пока-пока. До новых встреч. С вами был я, Вадим. Подписывайтесь на канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова